здравствуйте чтобы укрепить иммунитет осенью зимой весной нужно правильно питаться летом готов сани летом и в этом видео я подскажу основные особенности вашей системы питания летом чтобы вашей иммунной системе было проще бороться с бактериальными вирусными инфекциями а возможно и случае вакцинации чтобы вы получили больше пользы и напомню содержание предыдущего видео ссылочку на которое где подробно все будет объяснено я вам дам чуть позже и так чем прекрасно лето обилием плодов фрукты ягоды овощи зелень и советую увеличить долю этих продуктов в своем рационе чтобы получить витаминно-минеральную подпитку на ближайших как минимум полгода если вы только добавите эти продукты в рацион ничего не меняя то вы ко мне осенью придете лечить ожирение избыточный вес тоже можно получить на этих продуктах питания поэтому еще один совет советую уменьшить вам количество круп и злаковых в своем рационе каши макароны изделия хлебобулочные они будут более логичны в более холодное время года когда вам нужно не только калории получить но и немножко согреться растительный рацион не греет далее нужно сделать правильный выбор можно использовать сезонные продукты в сыром виде либо в термической обработке советую делать термическую обработку по нескольким причинам во-первых легче получить те витамины которые остались в этих продуктах питания и можно съесть значительно больше витаминов чем съесть сырой пищи потому что сырая пища может либо нарушить вам зубной ряд либо вызвать обострение гастрита панкреатита и по этой причине вы перейдете на более щадящую диету иными словами на термически обработанные овощи фрукты ягоды и зелий поэтому советую вам не играться не испытывать терпение своего желудка и поджелудочной сразу питайтесь правильно тем более что у вас появится сразу время найти время ресурс невосполнимый но твердую пищу нужно пить и проще исполнить эту восточную рекомендацию если вы используете пищу после термической обработки значительно меньше времени вам нужно достаточно утомительный процесс жевания которым вы можете разбить зубной ряд и внов любимый стоматолог может вами заинтересоваться что будет далее а далее вы пищу проглатываете и на примере четырех книг которые находятся за моей спиной я вам покажу как устроена пищеварительная система она устроена достаточно просто только вы пищу проглотили на пищу по воду попала в желудок и это кулинарная книга бабы яги про чай и кофе здесь растительная пища как правило не задерживается обилие клетчатки неважно сырой либо термически обработанный и минимальное количество белка приводит тому что желудок достаточно быстро опорожняется для новой пищи и пища попадает в тонкий кишечник его условно можно разделить на два отдела начальные отделы это моя книга 18 друзей мужской силы это двенадцатиперстная кишка и тощая кишка двенадцатиперстная выбрасывает порцию свои своих соков там же выбрасывается желтый сок поджелудочной железы и пища обработанная уже таким усиленным ферментным составом перемещается по кишечнику но если вы пищу ели сырой она пролетает достаточно быстро и может полностью не обработаться а это одно из препятствий для полноценного усвоения пищи термически обработанная пища будет идти относительно медленно и все-таки полноценно обработается далее появляется подвздошная кишка это моя книга как пережить жару 2 520 полезных советов доктора в этих непростых условиях и очень важный отдел здесь пища начинает всасываться продукты переваривания пищи начинают всасываться в кровь и вот здесь вопрос если пища сырая пролетает быстро а термически обработанная медленная из какой пищи вам проще получить полезные вещества надеюсь и ребенку понятно что из термически обработанной далее пищи помещают перемещается в толстый кишечник да вы ходите очищаете кишечник один раз день сыроеды очищают несколько раз день по понятной причине пища достаточно быстро перемещается не успевает перевариться усвоится вы рассчитываете что из толстого кишечника а это не случайно здесь находится кулинарная книга мемуары кощея бессмертного часть 3 это очень важная книга здесь состоялся на ее страницах кулинарный поединок которым баба яга с учетом восемь с половиной на полтора выиграла поединок у известных кулинаров сожалению большинство поваров совершают грубейшие ошибки в приготовлении пищи их задача приготовить пищу вкусной ароматной красивой вопрос в усвоении этой пищи он остается открытым он остается на усмотрение клиента а сможет или не сможет и чаще всего нет поэтому детские ошибки в этой книге есть я вам советую не совершать детскую ошибку в употреблении сырой растительной пищи очень тяжело ее переварить очень тяжело ее из него полноценно взять полезные вещества а когда пища оказалась кишечнике вы слышите что там у вас шумят витамины то это бактерии дерибанят ту пищу которая им досталась и после сырой растительной пищи этот дерибан слышен на приличном расстоянии после овощного рагу либо правильно приготовленного борща вряд ли вы услышите серьезное урчание в кишечнике а вот весенний салат которым есть огурчики помидорчики капусточка лучок какая-то зелень он будет шуметь достаточно активно над его полезными веществами будет работать микрофлора в толстом кишечнике и если вы думаете что отсюда хорошие всасывание вы ошибаетесь из подвздошной кишки это моя книга как пережить жару 2 всасывается 15 литров пищеварительных соков из толстого кишечника в котором пища находится значительно дольше всасывается 200-400 миллилитров если пища успела пролететь весь тонкий кишечник и оказалось в толстом тут организм вынужден от нее избавиться более частым очищением кишечника иначе будет брожение вздутие живота опасная для сердечно-сосудистой системы и тут уже не будет вас интересовать иммунитет не осенью тем более зимой потому что до этого события еще нужно дожить острое вздутие живота резко ограничивает подвижность диафрагмы увеличивает кардиологический риск если у вас было гипотония то будет гипотонический кризис если было гипертония будет гипертонический кризис очень плохо если были изменены сосуды может быть инфаркт инсульт или просто не выдержало сердце и состоялась острая сердечная недостаточность поэтому совет простой питайтесь правильно и проводите все-таки термическую обработку пищи потому что это еще и одна один из вариантов бесплатной дезинфекции при термической обработке слава богу разрушаются клетки и становятся доступными полезные вещества и погибают представители микромира или паразита фауны листы простейшие очень легко перемещаются в организм человека на сырой растительной пищи но термическая обработка предупреждает это неприятное событие вашем организме они будут паразитировать за вас счет месяцами годами или даже десятилетиями поэтому такое правильное питание поможет вам летом укрепить иммунитет осенью и зимой и поможет вам в борьбе с разными инфекциями и работе вашей иммунной системе случае если вам нужна будет вакцинация подробнее где разжевал буквально все события которые происходят до толстого кишечника в полости рта в желудке в тощей подвздошной кишке ссылочку на это видео надеюсь я уже поставил вы его видите переходите туда если вас интересует много физиологических нюансов смотрите получаете удовольствие а я на этой позитивной ноте это видео буду заканчивать с привычным подписчикам моих каналов словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения а пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео думаю что лайк можно уже поставить хотя бы один можете поставить если у вас остались какие то вопросы пишите в комментариях по мере наличия свободного времени буду на них отвечать а в следующем видео не пропустите поставьте колокольчик если вы не подписчик моего канала подпишитесь я расскажу очень важную информацию я открыл еще один новый канал и про него расскажу в следующем видео до новых встреч на моих видео каналах доктор скачко и школа доктора скачко это youtube школа доктора скачко instagram новый канал я расскажу в следующем видео